Шесть человек погибли, четверых несовершеннолетних удалось спасти. Отравления передозировки синтетическими наркотиками увеличились в разы. Цифры по стране пугающие, на Кубани пока минимальные. Но крупные города региона, такие как Краснодар и Сочи, уже попали в зоны риска. И такой факт губернатор называет бедой, с которой возможно справиться только сообща. Необходимы неотложные меры и нестандартные решения, а главное – эффективный комплекс профилактических мероприятий. Коллеги уверены, что вы меня поддержите, что в сложившейся ситуации по борьбе с эмпидикой нужно ставить максимально жесткий вопрос по подавлению этого зла. Отобить во всех колокола, нужно ввлекаться в СМИ, в теле, ради передачи, с включением экспертов, врачей, наркологов. Нужно в разы активизировать профилактическую работу в школах, в вузах, в профтех училищах, объяснять, убеждать, показывать. Подружки, молодежь должны знать о реальных последствиях от употребления синтетических наркотиков, в том числе и родителей. Мы должны сделать все, чтобы у наших детей даже и мыслей не возникало, и испытать ее на себе. Наркотические вещества синтетического происхождения, отмечают правоохранители, сегодня занимают лидирующие позиции по масштабам распространения среди потребителей. Если в 2010 году синтетике в крае было изъято 4,2 кг, в 2013 году – 25 кг, то за 9 месяцев этого года уже более 64 кг. Говоря о распространении синтетических наркотиков, нельзя не отметить, что впервые мы столкнулись с принципиально новым явлением в сфере незаконного оборота наркотических средств. По сути, мы имеем дело с размертельно развивающейся мощной индустрией, включающей в себя все новые элементы современного рынка, такие как маркетинг, рекламу и менеджмент, службы доставки и логистики. Практически ежемесячно расширяется ассортимент производимых в промышленных масштабах синтетических наркотиков. Во многих районах края, в том числе в Сочи, количество наркозависимых не меняется на протяжении трех лет. Наблюдается и омоложение наркопотребителя. Порой пробовать дурман начинают с 14 лет. Глава Сочи ситуацию берет под личный контроль. Это уже серьезный вызов, вызов всему обществу. И, как вы понимаете, сегодня нужно наметить ряд мероприятий, усилить разъяснительную работу. Главная задача – это, конечно, как можно больше молодых людей вовлечь в спорт. Это главное. На следующей неделе мы проведем расширенное заседание антинаркотической комиссии. С большим участием наших горожан расскажем об этой проблеме, наметим меры и будем работать. Мобилизоваться всем службам губернатор поручил в течение 24 часов. Галина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.